Всем привет! Давайте, наверное, познакомимся. Меня зовут Роман, и вы находитесь на канале Дневник Шоумена. Это первое видео. На самом деле, очень интересная история, как сейчас это все будет начинаться и происходить. История такова, что меня пригласили в Китай выступать в шоу. Поэтому сегодня я отправляюсь в большое путешествие. Предстоит мне дорога из Владивостока. На поезде в Хабаровск. После Хабаровска я лечу в Москву на самолете, а с Москвы уже лечу, собственно, в Китай. Поэтому, мне кажется, это будет очень интересно. Поэтому подписывайтесь и следите все, как будет происходить. Итак, сейчас первый путь. Это мне нужно доехать на поезде с Владивостока до Хабаровска, где у меня уже потом будет пересадка на самолёт, и там я уже полечу в Москву. Всё, поехали! Всем доброго утра! Я только недавно проснулся. Я уже подъезжаю к Хабаровску, мне осталось ехать примерно 30 минут. Просто, как я приеду, я пойду покушаю и буду сюда работать, потому что впереди меня ещё ждёт длительный путь до Москвы. На самом деле, я очень ждал эту поездку. Мне кажется, сейчас это самое время, пока я еду с вами всё это дело обсудить. Вообще, что за поездка, как это получилось. Я профессиональный велосипедр. Вот, я катаюсь уже, ну, если говорят, на детском велосипеде уже почти 13 лет по своей жизни. И в один момент мне поступило предложение выступать в шоу в Китае и, собственно, этим и зарабатывать. Когда мне поступило этап предложения, эмоции были неоднозначные, потому что всю жизнь каждый, разберём именно BMX-райтер, мечтает когда-то этим делом зарабатывать, мечтает о моспостерстве, о каких-то партнёрах. Вот. А тут, когда приходит предложение выступать в шоу на своём любимом велосипеде, за который тебе ещё будут платить деньги, ну, это прям уже вдвойне приятно. Поэтому я, недолго думая, я согласился и начался процесс управления войны с визой. И тут я столкнулся с большой, на самом деле, проблемой. В последнее время я жил в Турции, вот. И, как выяснилось, Китай не любит Турцию, а у меня стояли загранпаспорти турецкие печати, собственно. И когда я подал документы на визу, вот, был тот факт, что мой паспорт решили отдать на полную проверку, которая занимает больше месяца. Обычно визы изготавливаются неделю, а мой паспорт отдали на полную проверку сроком не меньше месяца. И потом ещё непонятно, когда сделают визу. Моё ожидание было, блин, почти два месяца. А всё из-за чего? Всё из-за турецкой печати. Ну, это, короче, политика. Ну, благо, спустя два месяца всё-таки я дубленный визу в Китай. И всё. Я наконец-то еду. Поэтому впереди меня ждёт, сейчас, во-первых, долгая дорога. Так, сейчас я еду на поезде, потом на самолёте до Москвы, потом на следующем самолёте в Пекин. И уже в Пекин я поеду в Гуанчжоу. Для тех, кому интересно, что будет происходить дальше, тогда подписывайтесь, следите. Пишите комментарии, кстати, что вам рассказать про Китай, что посмотреть. И тех, кто уже был, допустим, на Гуанчжоу, напишите, пожалуйста, что мне нужно посетить в первую очередь. Поэтому едем дальше вместе с вами. Всё, на Ховаровске я добрался. Едем таким вот маршрутом. Так, ну всё. До аэропорта я его добрался. Потом в программе регистрировался. Так, ну всё. Вторая точка у нас уже есть. Сейчас в Москве, поеду заселяться сейчас в гостиницу. У меня есть сутки. Посплю, чтобы было часовой пояс. И всё, и завтра снова сюда. Уже полетим в Китай. Доброе утро всем. Греба дэнджет лак. Время 6 утра. Так, заподриться. Так, вроде заподрился. Быстренький ром-тур. Так, ну, небольшая комнатушечка. Кровать. Всё есть. Телик. Потому что поспать нормально. Причём ни одного самолёта даже ночью не слышал. Так, погнали на завтрак. Оп. Всё. Такой приятный мне завтрак сегодня. Здесь мы кушаем и мчим в аэропорт. Всё, приятного мне аппетита. Сейчас в ожидании регистрации на рейс. Есть проблема, что у меня куплен только один багаж. Надо будет купать второй. И я надеюсь, что всё будет окей. И всё. Не, допустят. Всё нормально. Короче, есть много доли переживаний. Ждём. Так, ну всё. Я прошёл стойку регистрации. Получил билет и сдал багаж. Прин, вышло очень круглую сумму. На самом деле, за велосипед. Получилось 17 тысяч за багаж. За дополнительный. Имейте в виду, что не так дёшево покупать дополнительный багаж, если вы летите в Китай. Вот. Поэтому сейчас жду уже посадку на самолёт. Таможня я прошёл. Всё нормально. Вот. И сейчас первая точка будет у меня в Китае. Это в таких. Увидимся в самолёте. Короче, первый раз летаю китайскими авиалиниями. Тут и пледик вот такой. Тут есть даже маски на лицо. И на что-то прикольное. А и вот подушечка. Потому что с кайфом полетим. Ну и собственно, чем кормят в Китайске авиалинии? Это курица. С рисом. Кейшный пакет. Создалось, что придется на завтрак. Казалось, осталось, скажите, всего лишь час. Спасибо. Сейчас уже готовимся к приспособлению. Омлет. С овощами. Кофе. Водичка. Короче, все, мы прилетели. Я все проспал. Поэтому сейчас идем проходить на можно. Ну все. Таможню я прошел. Нормально. Я уже даже зарегистрировался на следующий рейс. Уже прошел в зоне вылета. Поэтому сейчас ждем следующий рейс. На самом деле, чуть-чуть я уже сильно устал. Надо идти где-нибудь, где поесть. Проблемы с интернетом. Короче, все, начинается. Проблемы. Ну, самое главное, долетел. Все. Все четко уже в Китае. Поэтому дождемся следующего рейса и полетим уже в Гонжуу. Так, информация для тех, кто никогда не был в Китае и, допустим, туда собирается. Будьте бдительны к тому, что телеграммы, всякие гугл-сервисы, инстаграммы, там, ватсапы, все это здесь не работает. Вот, то есть мне пришлось, чтобы сейчас, допустим, общаться в Телеграмме. Мало того, что я сижу с русской симки и опорнуюсь на роминг, потому что пока местного у меня нету. И так я еще включил VPN, чтобы у меня работал Телеграмм. Поэтому через несколько костылей, благо это хоть как-то работает. Вот. Сейчас сижу, жду своего рейса, заряжаю телефон. Осталось совсем немного. Скоро доберемся уже до финальной точки. Финишная прямая. Все, наконец-то я долетел. Последняя точка, я уже ходил. Неужели эти полеты закончились? Все, что у меня есть багаж. Здесь он, как налетит. Он будет тебя оскорить, приехали. Телегом тратком. Ну все, ура. Сумки все приехали. Велик на месте. Ну погнали, посмотрим, что за город. Пока я иду, первое, что могу рассказать, это вообще дико жарко. Посмотрел по градусам, показываю 33, по ощущениям как 37. Вот так вот ловят такси. Все, наконец-то я добрался уже. У нас меня уже должны встретить. И будем заселяться. Погода, конечно, вообще. То есть пока мы ехали, тут дождь, тут солнце, дождь, солнце. Ну ничего, будем привыкать.